Вечер добрый, дорогие друзья! В студии Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов И, как обычно, передача на туре Немножечко у нас выпуск затянулся Но на то были уважительные причины В частности, континентальная футбольная лига Закончила свое выступление И мы возвращаемся к баталиям на Светунь-парке Сейчас наступает в мае Самая интересная, вкусная, как это принято говорить, пора Матчи на вылет, полуфиналы Все близится к финалам Еврокубков И везде есть наши западные команды О которых мы сегодня поговорим Но также поговорим о внутреннем чемпионате Затронем немного западную премьер-лигу И поговорим мы основательно о первом дивизионе Но начнем мы, естественно, с Еврокубков Поговорим мы о Кубке ЛФЛ Начнем с него Вот там у нас большинство коллективов Целых два в обоих полуфинальных парах В гостях играл Трансконтейнер Дома ЦДН принимал Нижгары Нижгары крайне непростой соперник с Востока Недавно он выигрывал Кубок ЛФЛ Ну а Тройка вообще победитель Лиги Чемпионов Прошлого года И главный фаворит, наверное, Кубка ЛФЛ Сезона нынешнего Согласен, Дим? Безусловно И если еще в начале Помнишь, да? В начале сезона мы в передаче обсуждали Кто выйдет из группы Я помню, что Тройка в Лигу Чемпионов Все-таки попала И как раз уже В группу смерти В группу смерти, да И мы вот как раз рассуждали Кто выйдет, кто не выйдет И в принципе Тройка, ну, должна была Хотя бы иметь такие хорошие шансы Для выхода, да, дальше Но мы сомневались на эту тему Потому что Тройка все-таки перестраивалась Где-то добавлялись новые игроки Сейчас это уже немножко другая команда Которая сыгралась И, на мой взгляд, она сейчас сильнее еще стала Ну, опять же, мы все-таки смотрим На фоне Кубка ЛФЛ Возможно, в Лиге Чемпионов Тройке был бы совершенно По-другому игралась бы, да? Абсолютно Плюс, опять же, Авангард Титан был В группе у Тройки Поэтому говорить о том, что Там Тройка вылетела случайно Наверное, все-таки не приходится Но, опять же Опять же, я и говорю, что Это все-таки начало было сезона Сейчас уже конец и чемпионата Да, везде доигрываются лиги Вот тогда, да Возможно, действительно Тройка и по дел Вылетела из группы Лиги Чемпионов Попала в Кубок ЛФЛ Но сейчас эта команда уже Немножко другого уровня Вернула себя на свою силу Свой статус Ну вот, поговорили мы с тобой о Тройке Но мы совсем забыли С тобой сказать О том, какой счет был В первом полуфинальном матче Кубка ЛФЛ Трансконтейнер Проиграл со счетом 4-0 В гостях И вот это было Ну, совсем неожиданно Хотя... После ПКСП в прошлом году Ну, как неожиданно Не поворачивается язык Сказать, что неожиданно Ну, то, что Тройка выиграла В этом, наверное, сомнений не было Тем более дома И удивление, наверное, тоже Но все-таки 4-0 меня немножечко удивило Потому что Трансконтейнер все-таки умеет закрываться Трансконтейнер умеет терпеть Он умеет Подсушить игру Вот счет все-таки, мне кажется Для Трансконтейнера крупноват И, наверное, практически не оставляет шансов Очень тяжело будет отыграться Счет действительно крупноват Нужно было... Да, там, может быть, проблемы с составом были Еще какие-то, да, там, микротравмы, повреждения Но нужно было как-то поменьше все-таки пропускать Чтобы здесь дома иметь хоть какие-то шансы Мы помним, как общались, да Вот здесь же, по-моему, сидел Кирилл Бирюков И мы с ним общались После 4-0, а, 0-4 Когда ФКСП в прошлом году Да, выступила тройка на выезде И тот был абсолютно уверен Что им удастся отыграться здесь дома Ну, помнишь 3-0 и, собственно говоря, тройка идет дальше Соответственно, и здесь Также, ну, Трансконтейнер будет очень тяжело Не стоит, наверное, ставить какие-то кресты, да На команде, но Здесь придется прыгнуть вот именно выше головы Ну, опять же, да и проведем параллели Коль ты сказал про ФКСП Да, прошлый год Тоже 0-4 В первом матче И, собственно, отыграться не удалось А ФКСП все-таки с точки зрения потенциала в атаке Ну, посильнее, нежели Трансконтейнер Безусловно Потому что, ну, тройка забила все, что сдала Да, Трансконтейнер этого сделать не смог Плюс отсутствовало несколько игроков, которые получили повреждение в матче с Вейером Хотя, вот, судя по заявке Я тоже посмотрел заявку и удивился Что же там действительно случилось То есть, кто же там такой ключевой отсутствовал Да, я тоже посмотрел, Дима И не заметил того, кто вот мог бы кардинально изменить ситуацию Вот, но, тем не менее Может быть, речь идет о каких-то микротравмах, да Которые, вот, не позволяли полностью использовать весь свой арсенал главному тренеру Николаю Мазурину Вот, возможно, так Надо сказать, что скоро будет через неделю ответный матч Шанцев, конечно, немного Но, тем не менее, да Есть 60 минут и 4 мяча В принципе, в футболе 8 на 8 он отыгрывается Но, опять же, будет крайне сложно То есть, действительно, ты правильно сказал Что надо вытащить, наверное, чуть больше, нежели даже могут футболисты Трансконтейнера Но зато такие победы, они и важнее, они всегда и эмоционально, да Вот, предают ту самую уверенность Поэтому, приходите сюда, на Сетунь парк, поддерживайте Трансконтейнер своих любимчиков Ну, может быть, это и поможет Сразу послачу немножко пилюлю, да Тем, что Трансконтейнер, вообще-то, действующий победитель На данный момент еще Кубка ЛФЛ и дойти повторно до полуфинала Это тоже большое достижение И очень хороший результат Поэтому, в случае, если Трансконтейнер сложит свои полномочия То, да еще и тройки В принципе, здесь ничего такого зазорного Не будет Ну, главное, как говорится, сохранить свое лицо Вот во втором матче Второй полуфинале матч ЦДН принимал Восточные Нижгары И этот матч тоже попал в трансляцию Но здесь Был не самый удачный сбор Нижгар Это сразу надо отметить Да, да, абсолютно точно Несколько игроков отсутствовали Причем игроки, которые, да, выступают во второй лиге В футбол 11 на 11 То есть игроки, как минимум Даже ФНЛ, насколько А, даже ФНЛ Да, ФНЛ, да Ну, действительно То есть отсутствие серьезное И если они будут во второй игре То вот ЦДН будет очень непросто Но все было в руках риелторов 3-0 Забивая еще Мало того, 3-0 Которые могли быть 4-0 И 4-0 И не забитые пенальти Тоже будем учитывать Да Кстати, очень курьезные моменты И вот кто видел У нас нарезка наверняка есть Как был заработан это пенальти Но это волейбол чистой водой, честное слово Да, такое не часто встретишь Чтобы именно так сыграть В штрафной площади В своей Конечно Пенальти там Сложно было придраться даже Вот Но 3-0 Ты правильно сказал И 4-0 могло быть Ладно Есть 3-0 Но надо сохранять Да И ехать спокойно Спокойной душой, как говорится На выезд Я не знаю Оберегать это преимущество Да, ну, можно чуть больше от обороны сыграть На контрактах Да, можно Любые моменты Слушайте, тем более Альберт Николаевич Осколков Главный тренер ЦДН Сам По своей Сущности Защитник Человек, который прививает Все-таки Где-то чуть больше Оборонительные стельги На контрактах сыграть Да Вот это была бы стезя Мне кажется ЦДН Но в результате Мы получаем Чуть ли не Ничью Да Чуть ли не ничью И, кстати, вот Альберт Николаевич Осколков Он не только Где-то в обороне Да Скажем, структуру Делает Чтобы это все Целестно смотрелось Но он еще и так же Дисциплину прививает Футболистам ЦДН И вот Два мяча Забитых на последние минуты Они говорят о том Что где-то Все-таки Футболисты потеряли Концентрацию Где-то чуть-чуть Не доглядели Поверили уже В свою победу Поверили в то Что Собственно говоря Этот матч выиграет И они выиграли Этот матч Но только вот Как будто бы Забыли про то Что еще ехать На восток Где легко тоже Как и на севере Никому не бывает Да И вот это Очень важный Ключевый момент Потому что Ну казалось Вот он Шансы Нижгар вроде бы Собрались Не в оптимальном составе У ЦДН Вроде бы Все получается Но футбол Тем прекрасен Что Нижгар за несколько минут Сбивает два мяча 3-2 И на самом деле Сделает 3-3 И в ответном матче У ЦДН Уже психологическое Преимущество На стороне Нижгара Это однозначно Было бы Абсолютно точно И даже больше Скажу Что Даже здесь О ничьи Наверное Говорить И не нужно Потому что Ну вот 3-2 Это что Это 1-0 Да Один мяч Всего лишь Навсего Дома его Отыграть легко И то есть В принципе Для игры на выезде Проиграть в один мяч В рамках ЛФЛ Это Ну можно Конечно Не успехом Назвать Но это действительно Положительный результат Конечно Ты знаешь Вот И перед ответным матчем На мой взгляд Нижгард Уже могут считаться Фаворитами Даже с точки зрения Психологии Ты знаешь Возможно Вот Когда счет 3-0 И надо Знаешь Загрызть соперника Удушить его Так Чтобы он вообще Не смог поднять головы Не поднялся Вот У ЦДН Этого нету Понимаешь То есть ЦДН Все-таки Пока не оброс Вот этим мясом Которым Необходим Команде Которая хочет Выигрывать Крупные Престижные Кубки Вот у Нижгара С точки зрения Психологии Может быть Вот этого авторитета Он у них повыше И вот За счет этого Они возможно Могут быть Фаворитами В ответный матч Ну и все-таки Нижгар Наверное Чуть-чуть Поопытнее Боятся Что касается Части Кубков В принципе Вот этих двух матчевых противостояниях Что где-то нужно потерпеть Где-то и наоборот Показать свои сильные стороны В этом плане Конечно Да и УЦДН Честно говоря С выездами Ну так себе Не могу сказать Что плохо Но и хорошо Тоже не скажешь Поэтому Наверное Да Можно Нижгары Ну не знаю 55 на 45 Все-таки сказать Что они фавориты Не надо забывать О том Что у ЦДН Все-таки есть Вот этот Первый гол И от которого Собственно говоря Не могут построить Всю свою игру Ну Некий Подытоживая Результат Итоги Скепсис По поводу Ответного матча Все-таки присутствуют Да И действительно Очень будет тревожно Там И сложно Играть На Востоке Ну вот Кто Опытнейший Боец И кто Играет Просто В этом году Великолепно Это Я уже перехожу На Лигу Чемпионов Это конечно ЦДК Тот матч Который Они провели Против Титана Через неделю Против После того Как закончился КФЛ И ЦДК Провел Напомню Максимальное Количество встреч Дойдя до финала И выиграв Его Провели Ну Просто Образцово Показательную Игру А я вот здесь С тобой не соглашусь Мне понравился Титан Да Много проблем Где-то Они действительно Прям бросаются В глаза Травмирован Севастьянов Бушуева Нет Ну то есть Он есть Но только На скамейке Запасы Где мне не сказал Что Титан Сыграл плохо Или мне не понравился Нет Ну я Даже бы сказал Что где-то Моментами А возможно Даже если брать Особенно Концовку Встречи Титан Сыграл Наверное Даже где-то Лучше Чем-то Так Некачественнее Но лучше По моментам По напору По эмоциям Медведев Который уже Ну просто На всех позициях Играет Все дырки Закрывает Собой Это конечно Дорогого Стоит на такое Смотреть Армейцы Показали Наверное Класс Где-то Уровень Где-то Сыграли За счет Того Что Где-то Чтобы не тратить сил Где-то Еще что-то Все-таки Кфл Себе дает Знать Но Титан Мне понравился И ты знаешь До матча Я практически Не верил В команду Александра Зуева Признаюсь Честно Потому что Выделили Все ЦДК На Кфл И эта команда Была Она непобедима Абсолютно И честно говоря Титан не верил Но вот После этого матча Если честно Я верю В силу Титановых Там на Флотской Честно думаю Что Мы Можем увидеть В этом противостоянии Серию пенальти После матча Ну вот Я скажу так Что У меня Было больше Я бы больше стоял Чем ты На Титан Хотя опять же Фаворит был Безусловно ЦДК Вот Вопрос там В нескольких днях Отдыха Но я думаю Что Он не столь критичен Наверное Был Вот Плюс У Армейцев Немножечко Там Видоизменен Состав Был Потому что Тот же Бирюков Да Григориан Они там Ну то есть Такой смешанный Был создал Краха Играл Зайки Где-то там Чуть-чуть Разбавили Теми футболистами Которые Не играли Вот Но Что касается Титана В принципе Титан Провел Игру Неплохо Вопросов Нету Но Во первых Команда На мой взгляд Могла бы Сыграть лучше Но ты знаешь Вот Каких-то Загадок Не поставили Перед ЦДК Вот в чем дело А здесь Нельзя было Надо Час удивлять Иногда Не нужно удивлять Иногда нужно Выйти И выиграть Все Вот и ничего Больше тебя Не интересует Ты никак не удивляешь За счет эмоций За счет напора За счет Где-то силы Ты просто Продавливаешь Сминаешь соперника И тебе все равно Абсолютно Потому что Тактика Она по сути Она рассыпалась Из-за этих травм Это было видно И на КФЛ Как Титан играл Первые свои игры И как Собственно говоря Игра команды Изменилась Когда Травмировался Бушуев Ведь Травмировался Бушуев Это одна проблема Но Лушников Был забран Из опорной зоны Он теперь уже центральный Зачинник Да Здесь поменялись Но Проблемы в центре Они появились Закрыли одну дыру В другом месте Уже Сергей В центре поля Один Ему будет тяжело Я с тобой полностью согласен Абсолютно Дальше Момент Насчет Какого-то креатива Какой-то загадки Это как раз Задача Участь Дела Профессия Севастьянова Он для этого в Титане Он кружит Вертит Выдает Какие-то Неимоверные Передачи Это его дело Вместе с Киселевым Конечно же То есть вопрос То, что Севастьянов Так влияет на игру Титана На атакующую игру Очень сильно влияет Да И потом Да Титан Быстро Собрал под свои знамена Точнее Не Собрал А призвал На этот матч Шахбанова Рамазанова Шахбанов и так уже Играют В заявке И Коев Рамазанов и Коев Да Играет Но сколько он играет Он играет мало Вот Здесь Конечно же Наверное Стоит говорить И какой-то сыгранности Да Вот опять же Ты говоришь Загадки поставить Но когда состав Не сыгран Здесь Тут уже Где-то Наверное Нужно Ну все-таки Старались Посмотри Тоже грамотно Выпускали Замены То есть Рамазанов Шахбанов И Коев Они все-таки Вместе Играли В сборной Да То есть Их выпускали Вместе Там другая Четверка Играла В другой В другой Смене То есть Здесь Было правильно Но вот Опять же Посмотри ЦДК Обронялся Настолько Спокойно Что Ты знаешь По лицу Смирнова Центрального Защитника Не скажешь Что спокойно Обронялся ЦДК Каких-то Загадок На мой взгляд Все-таки Титану Не удалось Поставить Вот Но собственно Счет Это отображает Я бы отметил Еще две вещи Такие как Например Лев Корнилов На мой взгляд Совершенно Не вписался В игру Титана Почему-то Ну вот Мне кажется Это пока Самое слабое Звено В команде Плюс Почему так Сейчас Застряю на этом Внимание Был момент Когда Должен был Забивать И делать Что-то равным Может быть Помнишь Момент Когда была Диагональ И он был Абсолютно Один И он Не попал Будь там Капков К примеру Скорее всего Это был бы Го Вот он Один Один И совершенно Другое Настроение И наверное Мы по-другому Говорили Там Матч Матч Мога Закончиться Да Плюс Опять Желтая карточка На ровном месте Понимаешь Который Не дай бог Превратился В красную И тогда Титан Вместо того Чтобы вообще Атаковать Навал делать В концовке Команда Оборонялась По сути Была Тоже Понимаешь Неоправданные Такие Игровые момент Которых Можно было бы Избежать Опять же Вспоминай Просто Игру Титана С прокуратурой Когда Получил В центре поля Красную карточку Да Совершенно Вот И Второй момент Хотел бы Отметить Вот У ЦДК Хромал Честно говоря Фланг Где был Алексей Милешин Странно Хотя казалось бы Да Казалось бы Ну Силу того Что может быть Где-то физики Не хватало Ну кстати ЦДК Обратил Внимание Что Тоже Алдонин По-моему Тоже Играл Там Никакую Фланговую Замену Да Ну как-то Там Особо Не проваливался Да Алдонин Играл То в середине То он Уходил на фланг В зависимости От того Какие шли Замены Ну вот Я не знаю То ли Авторитет Алдонина Такой Что Туда Просто Не ходили Атаки Через Его фланг Вот Хотя Играл В принципе Нормально Вот Милешин Где-то Не успевал Местами Где-то Играл Чуть Подпожаривал Вот Простите За такое Слово Да Вот И вот Этим Можно было Пользоваться В принципе Да И я Отмечал Это В репортаже О том Что Вот Как раз Туда Можно было Рамазанова Туда Можно было Шахбанова Туда Гнать Да И вот Давить На это Слабое место Потому что Вот По этому матчу Больше Слабых мест Судыка Я не заметил Возможно Возможно Но Вот Миш У тебя Такой Очень серьезный Анализ Получился Я так Чтобы Немножко Размочить Обращу Внимание На что Еще Пагубь Сказала Страва Севастьяну Белов Выходит Стартовом Составе Кстати Да Тоже Да Белов Выдели Со Скамейки И это Железный Гол Да Да И я Это Еще На КФЛ Подметил Я думаю Неужто Вот Выпустить Его через минуту Буквально Да Вот После Стартового Свистка Но Неужто Не верите Да В этот Хотя Каждый Футболист Титане Об этом Все Прекрасно Знает Тренерский Штаб Знает Да Но Вот Видимо Не настолько Суеверно Не верят Такие Приметы Дим Ну вот Еще Скажу Такую Вещь Перед Четырефинальными Матчами Мы говорили О том Что На севере Очень сложно Играть Там Главное Зацепиться На западе Будет попроще Но Как Показала Практика Совершенно Все Наоборот Мы Сыграли В гостях Хорошо И все Все Проиграли Включая Титан Который Проиграл На сету Не тоже Но Благо Вышел Потому Что Обыграл В гостях Усадьбу Банную Как раз Вот Опять На западе Титан Проиграл И Вот У меня Наоборот Сейчас Такие Мысли Что На севере Сыграет Команда Алексея Медведеву Гораздо Лучше Но Это Мы Этого И пожелаем Алексею Медведеву И Его Команде Безусловно Очень Тяжелый Жребий Но С другой Страны Там Если Смотреть Другую Пару Слабых Нет Абсолютно В другой Паре Я напомню Там Северное Противостояние Это Гефест И Интер В отличие От Матча Титана И ЦДК Там Получился Град Голов 4-3 Гефест Выиграл При том Что Гефест Вел 3-0 Затем Интер Сравнял И Александр Масленников Сделал Хитрик И Забил Победный Мяч Четвертый Мяч Забил И Гефест Сделал Как раз Некое Преимущество От которого Можно Отталкиваться Судя По тому Как Складывался Матч Оно Ничего Не гарантирует Но Где-то Все-таки Психологически Ну и Судя По тому Как Интер Идет По Северной Лиге Просто Катком То есть Да Это Здесь Еще Непонятно Совершенно Кто Пройдет Дальше Но Нас Это Не Сильно Интересует По Большому Счету Какая Разница Нам Нужно Выйти Финал Я имею Титану И Здесь Самое Главное Об Это Нужно Думать Вот И Я Еще Про Александра Масленкова Здорово Он провел Континентальную Футбольную Лигу Получил Вызов Сборную Здорово Там Сыграл И Посмотри На Эйфорию Он Сейчас Рвет И мечет 2 Июня Пройдут Ответные Полуфинальные Матчи Предварительно В 13 10 Играет Гефест И Интер В 14 20 ДК И Титан Ну Мы Пожелаем Разбавить В любом Случа Наверное Вот Северное Да Да Чтобы В финале Оказался Одна Северная Одна Западная Команда Титана Удачи И мы Двигаемся Дальше Поговорим Немножечко О Западной Премьер Лиге Ну Там Вообще Вкратце Показываем Турнирную Таблицу Показываем Результаты Матчей Но По результатам Вы видите Что Абсолютно Ничего Интересного Нет Очень крупные Счета Флагито Выигрывали Получалось Хотя Отмечу Только Мегатитан Несмотря На победу На таких Насилой Крупную Там до 40 Минуты Все было На тоненького Это как раз Первая игра После Континентальной Футбольной Лиги Вот Даже Сергей Терентьев В своем интервью Говорит Что Ну Играть Просто Нереально Сложно И Я сам по себе Знаю Что И физически Даже Сколько Не физически Сколько Эмоционально Очень тяжело Настраиваться Вообще Перестроиться С одного турнира Скоротечного На другой На чемпионат Который идет Целый год Да Но тем не менее Класс Он сказался Мегатитан Выиграл Но Да не об этом Хочу сказать Что Мегатитан Пока Вот так Вот Вышел На промежуточное Первое место Мы сейчас Смотрим Уже На турнирную Таблицу Да Мы как раз Обсуждали Этот момент Еще до Начала КФЛ Еще до Вообще Вот Этих Решающих Стадий Лиги Чемпионов Что У Титана Очень тяжелый График И Вопрос Потери очков Он на самом деле Не стоял То есть В любом случае Титан бы где-то Но потерял бочки Потому что Слишком сильные соперники И они идут таким Каскадом Да Можно сказать Еще плюс К этому Всего Да Вот Между Лигой чемпионов Между вот этими Баталиями В чемпионате Еще и КФЛ В лес Где Также Титан Стояла Максимальная Задача Получил Травмы Да В общем Здесь вопрос В том что Интересно становится На верхушке Западной Премьер-лиги И Всем играть Между собой Всем лидерам Ну вот Единственное что Скажу У Мега Титан 22 игры У Титана Вообще 20 и У ФКСП 21 игра Но Вот Единственное изменение Все таки Да То что Мега Титан По потерянным Точнее По набранным Он пока идет На первом месте Это бы хотелось Отметить Ну и отметим Что В эти выходные ЦДН Встреча ФКСП Встречается С ЦДН Вот это Будет Интереснейшая Игра И Ты знаешь Здесь В ФКСП Вообще Нельзя терять очки Потому что Если Команда Кирилла Бирюкова Потеряет очки То вот Победа над Титаном Да Такая сумасшедшая Крутая Она все таки Может обесцениться Вот А так у нас Будет борьба Конечно В самом разгаре Но ЦДН Да Но я кстати Еще бы отметил Ты посмотрел Наверх На верхушку Турниров таблицы Внизу у нас Ну понятно Что Никаких движений нет А вот В середине Я бы обратил Внимание На Такую интригу Которая Казалось бы И не могла В принципе Возникнуть А у нас Портер И Аслан Гатагов Имеют Поровну набранных очков И между прочим Находятся на стыке Еврокубковой зоны И вот здесь На мой взгляд Тоже очень интересная Интрига И противостояние Портера И Аслана Гатагова Ну вот Гатагов Встречается В эти выходные С транс-контейнером Мы специально Ставим Этот матч В эфир Даже несмотря на то Что это третье поле Я думаю Что получится Серьезная битва За Еврокубки Поэтому Будет жарко Теперь давайте Поговорим Как это говорится В народе Мини-Москве Там у нас Представлены Также два коллектива Коллектива Которые Представляют Сейчас Первый Дивизион Это Феникс 9 И Портер СВ Ну а сейчас Просто Портер Эти матчи Мы обсудим С Экспертом Юго-Западной Лиги Ее представителем Журналистом Михаилом Першиным Добрый вечер Миш Приветствую тебя Ну что ж Портер попал На заряд Или заряд Попал на портер Как угодно Вот скажи Миша вот кто На кого попал Скажу честно Сегодня же Вы видите Передачу Посвященную Юго-Западной Лиге Называется она Кухня Юго-Запада И более подробно Вообще о заряде Можно будет послушать У нас в гостях Был Петр Лебедев Один из руководителей Заряда И В целом Петр Доволен Жребием У него Очень хорошее Отношение И с Кочетковым Руководителем Портера И с Ковальчуком У них дружеские отношения Тренировались они вместе То есть Но с точки зрения Дружбы Хорошо Повидаются И пьют Может быть Закусят С точки зрения Команд Заряд знает Хорошо Портер Портер знает Хорошо Заряд Петр Лебедев Особо обращал Внимание На Максима Ковальчука И конечно же На Илью Ульяненкова Сказал что Есть рецепт Знают Есть рецепт На кухне Зарядом Готовится Посмотрим В воскресенье В 12 часов Удастся ли Реализовать Вот Скажи пожалуйста Феникс 9 Был бы предпочтительнее Портера Как ты думаешь? Вообще Вообще Феникс 9 Зарядом Играли в одной группе Играли в одной группе Были очень равные Напряженные Матчи И Петя В сегодняшнем Своем прогнозе Сказал о том Что в финале Для заряда Он видит только Феникс 9 Вот так Ну а вот на полуфинальной Стадии Если бы кто Портер Или Феникс 9 Кого бы выбрал? Мне кажется Что Портер Мне кажется Что Портер Ты говорю Опять же Это отношение Между командами Это Какой-то новый соперник Потому что С Фениксом Уже играли И соответственно Опять же Надо еще отметить Что Заряд Очень хорошо Изучил Портер Еще помимо всего прочего По играм с Росвоенопотекой В предыдущей стадии Росвоенопотека Тоже команда Первого дивизиона Тоже идет у нас На юго-западе Наверху Встречалась с Портером И оба матча В очень упорной борьбе Проходили Поэтому От этих Противостояний Вот именно От противостояния Портера И заряда Тоже можно ожидать Какой-то приятной Хорошей игры Но питом напряженной Явного фаворита Я для себя Лично не вижу Может быть да Портер Так как Есть Может быть опыт Опыт Более именитый Выиграли в прошлом году Еврокубок Более именитые Футболисты Да Где-то 55 на 45 Наверное Все-таки В пользу Портера Но очень много Будет зависеть от результата Первого матча Миша А вот как так получается Что Юго-Запад В принципе Звезд с неба В каком-то там Большой Москве Он не хватает Да Тем более Что сейчас И пищевик Немножко сдал Свои позиции Но в первой лиге Росвоенопотека Заряд Мы постоянно слышим Название этих команд Как так получается Что в первой лиге Все хорошо Вот прям Доходите до финальных стадий А Премьер лиги Не так все гладко Или вот Может быть как раз Эти две команды Выйдут И сразу возглавят Вообще Лидерскую гонку Ну вообще Я хотел бы отметить О том что Вот именно Две команды Росвоенопотека Это Заряд И еще например Столица Артель Которая лидер Сейчас первой дивизиона Это команда Которая проходит Все дивизионы Транзитом Если Столица Артель В этом году заявилась В первой дивизион Сразу же Уже можно сказать Я думаю что они Его выиграли И выходит В высшую лигу То И Росвоенопотека И Заряд Своё восхождение Начали два года назад Выиграли третий дивизион Соответственно Потом сразу же Выиграли второй дивизион И сейчас Близки к тому Чтобы выйти Из первой дивизиона В вышку Росвоенопотека Скорее всего Придется Поиграть В переходных матчах С командами Высшего дивизиона И с топами Первой лиги Но лично В этих встречах Для меня Росвоенопотека Кажется фаворитом А Заряд Напрямую Выходит В высший дивизион И конечно С их появлением Вот этой тройки Надо сказать Что высший дивизион Юго-Запада Получит сильное пополнение Потому что Представитель Заряда Говорит о том Что предпочтительнее В финале Будет Феникс Дейв Все-таки Они уже видят себя В финале Лиги Москвы Очень амбициозная команда Очень амбициозная команда Заряд Играет ряд Известных футболистов Вернее так сказать Играл ряд известных футболистов Это Александр Алхазов Известный по выступлениям В российской премьер-лиге И Карен Аганян Но сейчас они не играют По ряду причин Появились новые футболисты Это Очень много Пришло игроков Из КПРФ Минифутбольного Из второй команды Которая В высшей лиге Не в супер играет Люди уверены в себе Хотят Показать себя На высоком уровне И Конечно же Не будет же Руководитель команды Говорить Перед полуфиналом О том Что Мы не выйдем в финал Поэтому Я с тобой здесь И соглашусь И в то же время Приведу тот факт Что мы обсуждали Зимний кубок Когда Заряд играл И говорили Что Заряд Один из лидеров Но в результате Наступает Мистерие Что то подобное Теперь я уже ожидаю Такого Объясню Что случилось Зарядом в зимнем кубке Как раз уехала Большая группа Футболистов По другим Странам Подписали Профессиональные контракты Два человека Подписали контракты С высшим дивизионным Чемпионатом Киргизии Один человек В Латвии Несколько человек Просто по просторам России ФНЛ и ПФЛ И замена Им еще на тот момент Заряд не нашел И получил пополнение Он в лице команды Профы 20 Из второго дивизиона Одного из лидеров Может быть второго дивизиона Но команда не выходит В первый дивизион Там четвертое и пятое место Они занимают Плюс еще просто Игроки из дубля Заряда Которые выступают В третьей лиге То есть Именно какой-то Вот на зимний кубок Как говорил Петр Лебедев Заряд основы Это больше был Просмотр футболистов Под Просмотр молодых футболистов С потенциалом Под высшую лигу На следующий сезон Но Заряд 2 Кстати Там наоборот Спустили всех туда И вот как раз Заряд 2 Как раз Должен был По идее Выходить в финал трех Но даже Этого не получилось Ну да Они по-хитрому сделали Там Андрей Волобуев Например Который еще два года назад Был капитаном Ставропольского Динамо Играл за Заряд 2 Известнейший В западной лиге Павел Голанов Играл тоже За вторую команду Вратарь основной Владыкин Тоже Играл за вторую команду То есть Весь упор был сделан И вторую команду Потому что В зимнем кубке народ В предыдущем розыгрыше Год назад Как раз Заряд уступил В финале Росвоен ипотеки 4-1 Вот опять же Росвоен ипотека Заряд И хотели они Повторить свой успех Ты знаешь И Портер Тоже хорошо Смотри У Портера есть Улья Ульяненков Ну это Однозначно Лидер Человек Который Надо Ну персонально Условно говоря Играть Лучше вдвоем Лучше вдвоем Что касается Заряда Кого ты мог бы отметить Ну вот как раз Видимо С Ульяненковым По позиции Будет бороться Зурабков Расхелия Это Центральный защитник Очень мобильный Молодой Высокий Скоростной Стоит отметить Что Заряд В основном Играет В два Центральных защитника Схему Как раз По позиции Видимо Против Ульяненкова Будут оказываться Два защитника А так В целом Сейчас Новый заряд Новый заряд Они именно Сильны Командной игрой То есть Пришли Минифутболисты Из АКПРФ Пришел Шоня Из высшей лиги Севера И как-то Вот это Поставленное Быстро Игранизм Пытается Интегрировать Минифутбол В формат 8 на 8 Заряд То есть Кого-то Именно конкретно Выделить нельзя Может быть Еще из Хороших Звучных имен Это Сергей Чуйко Футболист Игравший Несколько десятков Матчей За сборную Молдавии И больше 200-250 матчей В высшем дивизионе Чемпионата Молдавии Вот это у футболиста Тоже я пожалуй Выделил Ну естественно На Астрие Павел Голланов Без него никак Возвращается Он Можно сказать В родные пенаты На Сертунь парк Кратенько Кто фаворит На ваш взгляд Ну Объективно Сейчас Есть ли он В этой паре Вообще Ну вот я уже говорил О том что По моей версии 55 на 45 Все таки В пользу Портера Я конечно буду Искренне переживать За заряд Я очень желаю Им успеха И Петру Лебедеву И братьям Романовых Нам на Юг-Западе Тоже интересно Посмотреть за этим Противостоянием Как наша команда Юг-Западная Будет смотреться На уровне Одного из лучших Клубов Первой лиги Западной Лиги И Можно сказать Будет интересно Но у фаворитов Все таки Чуть-чуть Я считаю Портер Ну Мне тут Сам Бог велел Да Все таки Вроде бы Западную передачу Снимаем Да Поэтому конечно же Портер увижу Фаворитом И я здесь Хотел бы еще добавить Что Портер всегда И не скрывал этого Что он делает ставку Именно на этот турнир Именно Вот на этот кубок И поэтому То что Да Может быть Какие-то неудачи Сопутствуют Чемпионату Да Сопутствует Портера в чемпионате То здесь Будет максимальный Настрой Будет самый боевой состав Уверен Что мы увидим Может быть Кого-то еще Да Специально Да Заявленного Под данный турнир Поэтому Я конечно Ставлю на Портер Ну и тем более Все таки Чуть-чуть Более опытный Боец И С более опытным составом Да В лице того же Максима Кунчака Который прекрасно Чувствует Игру Игру Да Тем более Находясь на поле И где-то может Как раз Опустить свою команду Да Где-то потерпеть Где-то наоборот Поднять И попрессинговать Это здорово Ну вот В противоположной Полуфинале паре Примерно Такой же расклад Но уже здесь В роли заряда Оказывается Феникс 9 Который Для Который Как и для заряда Эта стадия Впервые Вот И Этих стадиях Конечно Психология играет Очень важную вещь Цеп Номер 7 По-моему В прошлом году В финале Как раз играл Спортер Насколько я Не ошибаюсь Ну Тоже опытный Кубковый Боец Команда Всегда играет Вот До финальных Стадий Доходит И Легко Фениксу Девять Точно Не будет И Но Фениксу Девять Все-таки Маловато Опыта На мой взгляд И Маловато Опыта Зато Две Скамейки Есть Полноценных Поэтому Ну Я смотрел Матчи Против Эгресси Нашумевшая Команда Конечно Должен Обязан Был Уделить Этому Вниманию И Там Кстати Феникс Не одного Меча Не пропустил За два Матча 2 Но Феникс Вообще Очень Мало Пропускает И Это Для Кубков Это Очень Важные Аспекты Потому Что Ты Не пропустишь Это Значит Уже Минимум Серия Пенальти Тебе Обеспечена Феникс Может В общем Типе Натренировать Если Будет Желание А может Уже Где-то Готовится Тренируется Видел С Каким Настроен С Каким Желанием С Какой Уровень Борьбы Уровень Борьбы Я могу Сказать Что Уже Наверное Он Ближе К Высшему Дивизиону Нежели К Первому И Это Опять Же Может Очень Серьезно Подспорьем Оказаться Для Феникса 9 Где-то Сыграет На Ноль Где-то Забьет Один Пройдут Дальше Честно Говоря Я Видел ДСЭП Мне Очень Нравится Команду Очень Хороший Футбол Показывает Но Я думаю Что Против Такого Физически Целостного Феникса 9 Им Будет Тяжеловато В общем У нас Две Очень Интересные Пары Сложно Все-таки Предсказать Победителя Да Есть Некие Так Скажем Фавориты Но Небольшие По тем Или Иным Причинам Но Явного Какого-то Явной Команды Которая Может Выиграть Турнир Из Четырех Назвать Сложно Любая Может Здесь Преподнести Сюрприз И Выиграть Ну что ж Друзья Пожелаем Командам Самое главное Без травм Красивого Футбола Полфинальные Матчи мы Показываем В прямом Эфире Ну а К нам Зашел На огонек Михаил Першин Ну а После Небольшой Перезагрузки Мы поговорим О первом дивизионе С Максимом Киселевым И с нашим Гостем У нас В гостях Сегодня Полузащитник Команды ЦДН2 Одной из лидеров Первого дивизиона Сердар Аламанов Сердар Спасибо большое Что пришел Наконец Мы долго Пытались Поймать ЦДН2 Вот Наконец-то Дошла до нас Эта команда Вот Сердар Аламанов Как я уже сказал Играешь В защите Да И в полузащите ЦДН2 Забил в этом сезоне Девять мячей И Хорошо Знаешь Перипетии Первой лиги Сердар Ну наверное В первую очередь Расскажи о себе Мы знаем Что ты Тоже Связан с Медиапространством Да С работой В спортивных изданиях Работал ты На радио Да Можешь Рассказать Нашим зрителям Обязательно Это будет интересно Да Да Конечно Обязательно Расскажу Во-первых Приветствую вас Уважаемые ведущие Приветствую Наших зрителей По поводу Своей предыдущей работы Работал на Радиостанции Спорт.фм Продюсером программы 100% футбола И Вот На прошедшем Домашнем чемпионате мира Комментировал матчи Мондиале Ого Ничего себе А сколько Много матчей Три Три матча Да Ну не один А конечно В паре Мне помогали То есть Как бы так вот Начинал Вообще у меня На радио комментировал Да На радио На радио У меня когда я туда устраивался Была мечта Прокомментировать Несколько матчей Домашнего чемпионата мира Вот То есть Как бы шел сразу же На работу с целью И Рад что достиг ее Но к сожалению Для меня Для всех Работников Радиостанции Нас закрыли Радиостанции Да Все нет у нас в стране Спортивной радиостанции И передача с Бубновым Тоже знаменитая Да По понедельникам Тоже все Нету У нас и Уткин был И Розанов Вот с ними все Тоже нет программ Вот такой абсурд Да Огромная сторона Спортивная сторона Спортивная сторона Сторона проведшей Чемпионат мира по футболу И нет радиоспорта Сердар Ну а что говорят Вообще будет Спортивное радио Какое-то Или мы так будем Без этого сидеть Ну Наш министр Не ошибаюсь Спорта Колобков Вот он Обещал Да Говорю Что должна У нас появиться Государственная радиостанция Спортивная Ну не знаю Как будет Как получится Только могу Ссылаться на его слова Ну планируешь Туда вернуться Если откроется Если откроется Если позовут Я с огромной радостью Но Теперь я хочу Как бы стараться Совмещать Потому что я сейчас Работаю учитель Физкультуры В школе В рассказывке Вот мне там тоже Все очень нравится И коллектив И руководство Хорошее у нас В школе Директор То есть Как бы Располагают Себе Все условия Для того Чтобы молодые Работали И если будет Возможность Буду совмещать Если конечно Откроют А как школа Родозывается Или это пока Просто Общеобразовательная Какая-то школа Да ГБУ 1788 А ну ты планируешь Какое-то дальнейшее Развитие В плане спорта Да Ну не в плане Именно спорта В школе Вообще планирую Открыть Кружки по спортивной Журналистике Для детей Чтобы уже Кто из старших Классов Там рассчитывает Пойти дальше Учиться На спортивного Или вообще В принципе На журналиста Как бы Первый толчок Чем-то Помочь Вот Хочется сделать Такое Что-то для детей И футбол Сакультативные То есть это будут Предметы в школе Ну как бы Один Такому будет Назоваться Кружок по спортивной Журналистике Ну если все Случится Мы обязательно В своей передаче Скажем об этой школе Чтобы родители Своих детей Может быть Приведут А ты сам Учился на Спортивного Журналиста Нет Так я так понимаю Что если ты Занимаешься с детьми То у тебя Соответственно Образование Педагогическое Нет у меня Образование Педагогическое Да Закончил РГУФК Вот получается С уклоном на футбол Педагог физической Культуры В дипломе А на радиоспорт Попал случайно Просто когда Закончил университет Как бы С своим дедом У меня дед Режиссер Не знаю Что слышу Мурат Алиев Он в основном Сериалы снимает Как бы С ним Решали Что делать дальше И вот такая мысль У него сначала Возникла Говорит А может Попробуешь себя Где-нибудь В спортивном Медиапространстве То есть где там На радиостанции К пример Да Вот он еще Хорошо общался Ну не скажешь Прямо очень хорошо Но он общался С Нобелем Арастамяном И как бы Через него Я попал туда На радиостанцию Пришел на собеседование И прошел Удачно Все Нобель проводил Собеседование Нобель и Дмитрий Дерунец Ого Здорово Ну и комиссия Да Серьезно Вот Дмитрий Дерунец В основном Как бы Солидит Не то что Солидит Ему нравится Английский чемпионат И он спросил У моего любимого клуба Говорит Челси И вот Сезон Какого года Был 12-13 Если не ошибаюсь Когда я туда Пошел На радио Это когда Димателло Не 12 раз Не 15 15-й год Вспомнил Не Димателло Позже И он спросил Расположение команд Кто какое место Занял Как раз Закончився Сезон Только Только Закончився Я пришел На собеседование Вот я прям Четко ему ответил Сейчас Ну конечно Одно из испытаний Получается у тебя История схожая С Уткиным С Василием Уткиным Который Также В общем-то Не то что случайно Но По стечению обстоятельств Попал В спортивную журналистику Но если сравнить Только именно с этой ситуацией Да А так конечно Мы совсем разные Это заметно Как Вот может быть Совет какой-то Дашь Стоит ли Вообще Идти в спортивную Журналистику Как туда пробиться Вот Свои мнения Может быть Нам совет Ну я Вижу по вам Что вам все это Интересно А если человек Заинтересован То есть Он постоянно Следит Знает Считает Все цифры Галы И так далее То есть Конечно стоит Выделяет лучших игроков Сразу Мне очень нравится Футбол Ой Извиняйте Очень нравится Футбол То есть Я за ним слежу Мне интересны Все чемпионаты Вообще Я практически Я сейчас Стал следить За Австралией За чемпионатом Австралии Да Вы планируешь Что-то съездить Просто вообще Конечно Как там Марк Ведука Любимец Нашего коллеги Романа Моисеева Да Он там сейчас Там сейчас Кисуки Хонда В Мельбурне А скажи Пожалуйста Вот Наверняка Журналисту Тебе Он не умер Он существует Он Да Он работает Даже где-то На уровне Подсознания Наверняка Ты где-то Анализируешь Наш чемпионат Я имею ввиду Первую лигу Да Стараюсь Но скажу честно Больше За своей командой Слежу И анализирую Ближайших соперников Не скажу Что прям Изучаю Соперников По сезону Но приблизительно Да Смотрю матчи То есть Получается Ты Такой Некий Аналитик В CDN2 Не стал бы Брать на себя Такую роль Я думаю Есть ребята Которые Также Анализируют Смотрят Ну как бы Один из Да Наверное А ты Обращаешь Внимание На общие Какие-то Командные Взаимодействия Или может быть Ищешь Именно Под свою Позицию Где-то Слабые места Как лучше Действовать Стараюсь Смотреть Все То есть Следить За передвижениями Игроков Всей команды Потому что Это очень важно Знать Кто Как Реагирует На тот Или иной Момент Кто Как С какой Скорости Бежит Стараюсь Как бы Все Давайте Наверное Переходить К чемпионату Непосредственно У нас Сейчас Была Череда Праздников Которые Ну традиционно Сопряжена С Где-то Шальными Результатами Как Для ЦДН Вот этот Отрезок Прошел Понятное Дело Что наверняка Кто-то И уезжал В условная Дача Шашлыки Отпуска Вот Как Вы с этим Справлялись Ну Обойма Я считаю Что У тех Команд Которые Ставят Перед собой Какие-либо Задачи То есть Да Там Занять Призовые Места Выйти В высшую Лигу Да Там То Естественно У них Должна быть Обойма Это Нормальные Вещи Когда На протяжении Всего Турнира Он Длинный У команды Получают Некоторые игроки Травмы Кто-то Там Тем более У нас же Любительский Турнир У кого-то Там Семьи Кто-то Куда-то Уезжает Кто-то Запланировал Отпуск Вот Все эти Моменты Нужно Просчитывать И Как бы Стараться Набирать В команду Игроков Хорошего уровня Если ты Опять-таки Ставишь Перед собой Какие-то Цели И задачи Сколько Ты пропустил Матч Прямо Так Не считал Но Я думаю Матчи Семь Наверное На положительной Причине Да Ну конечно Руководители Жмут смотреть Передачу Конечно Везде Были Уложительные Причины Сам Да Либо Там Где-то Был В другой Стране Либо В другом Городе Там По командировке Может быть Куда-то Уезжал Либо Как бы Сам Планировал Опять-таки Отдых И С женой Уезжал Но В то же Время В майские Праздники Ты Отметился Игрой Против Классика На Вернатко Парке Причем Их даже Две Случилось В чемпионате И в кубке Обе Стречи Были Выиграны И даже Интервью Дал Нашим Коллегам Северо-запада Блиц Старался Попросили Дал Ну Там Все-таки Не все Северо-запада Смогли Собраться На игру В частности Наш Любимец Коля Извеков В воротах Сыграл Встречу Эти фотки У нас Вообще Это Сейчас Вошло В тенденцию Что полевые Игроки В последних Матчах Занимают Место Ворот Но Опять-таки В силах Всяких Различных Причин Вот Получается Так Хотел бы Отметь Нашего Игрока Булата Вообще Молодец Нужный Момент Калежана Булата Нужный Момент Прям Занял Это Место Играл Уверенно Выручал Да Две встречи Он отыграл С Аланьей Победную И Вот С Атлантицем Не Получилось Если Блион Я думаю С Атлантицем Возможно Мы бы И больше Пропустили Но Я думаю Тогда Мы Изобили Лучший Игрок Но В этом Матче Да Прям Вообще Уверенно Лучший Игрок Сердар А ты Кстати Готов Встать В ворот Если Булата Не было Приходилось Летев У тебя Пару слов Может Нам Скажешь О своей Профессиональной Карьере И Приходилось Ли Вот Эту Стезю Почувствовать Познать На своем Футбольном Пути Начну С вопроса Про вратаря Нет Никогда Не тянул Только Может Где-нибудь Во дворе Когда На улице Снег Когда Мне было Лет 10 Я там Мог встать В ворота Только Там Когда Бьют Пенальти В наши Ворота Чтобы Прыгнуть Упадешь Не больно Еще на тебе Куртка Какая-нибудь Толстая Сугроб Сугроб А по поводу Своей Профессиональной Карьеры Постараюсь Так Коротко Начинал Я Совсем Маленький Когда был Еще в ФШМ Торпедо В Лужниках Где-то В возрасте 6 Затем В возрасте 11 лет Спартак Перешел И до 15 За год До выпуска Уехал в Казань Там до 16 лет Тренировался С дублем И потом Подписал Контракт С дублем А вот этот переезд Он был Не связан С футбольной Тематикой Ну это Какие-то Семейные обстоятельства Уехал Футбольный На наш матч Приехал Виталий Кафанов Сейчас Который работает Главным тренером Ой не главным тренером А помощником Главного тренера В Ростове Укарпеля Вот Он на тот момент Приехал в Москву Отсмотрел Там меня И еще одного Моего друга И позвал нас В Казань Приезжайте На просмотр Вот Я приехал И просто Получилось так Что я приехал Летом Не летом А да Летом А сезон Еще как бы Шел У нас Тогда была Другая система В РПЛ Тогда еще РФПЛ Вот И Получается Мне вспомнилось 17 осенью Я подписал Контракт А вот этот переход Из Спартака Получается Он казался перспективным Или он действительно Был перспективным Ну Знаете как У нас уже потихоньку Стали забирать игроков В дубль Спартака Там Антон Ходорев И Ракли Чежи То есть Они как бы Первые пошли туда И остались Играли Антон Ходорев Игрок ЦДН2 Да Он играл За основу Спартака С вами вместе Росли Да Мы одного года 92 Вот И Не знаю Я посчитал Что если туда зовут Сразу же в дубль А тут как бы Еще Неизвестно А ребята Уже потихоньку Забирают То лучше Я пойду в Казань Ну Продолжаю Что Как собственно Дальше Сложилась Твоя Да Да То есть Получается Так Да Приехал В Казань И там Играл Три Да Три года На три года Я подписал Контракт В последний Год Третий У меня уже Начались Такие небольшие Проблемы С сердцем Со здоровьем И вот По этой причине Пришлось завершить Персональную карьеру То есть Врачи сказали Нельзя играть Ну Они посоветовали Как бы Скали Лучше не надо А то Может там Произойти Очень плохие Последствия Точнее А перспективы Были в Рубине Там Может быть С Курбаном Бекевичем Разговаривали Он наверняка Тебя видел Да Смотрел Ну Я думаю Он следит Как бы За всеми Да За всей Своей Молодежью Вот Мне не скажу Что у меня были Прям очень большие Перспективы Но у нас Так часто Бывало Что Несколько игроков Из дубля Там Тренировались С основным составом То есть Ну и как бы Я тоже Тренировался С основным составом Бердыев проводил Тренировки Ну конечно Естественно Бердыев Да И они Ну как бы К нам поименно Обращались Они всех знали Честно Не знаю Как бы могло Все сложиться То есть По идее Мне на тот момент Было 19-20 лет То есть Грубо говоря Если они были бы Заинтересованы Наверное Мы бы предложили Новый контракт Да Но в этот момент У меня начались Проблемы со здоровьем То есть Момент такой Сложный Не знаю Как бы сложилось Если бы я продолжил играть Что в тот момент Вообще Мысли Ну естественно Как бы все Все остановилось Потому что С 7-6 лет Да К этому стремился Шел к этому Мечта всей жизни Вот Ну Так Месяца два Наверное Траура Вот Потом Вернулся Стал учиться Работать Сейчас В принципе Доволен жизнью Ну и начался Разрешили врачи На таком уровне На любительском Да Ну и раньше Все равно Играл В ОФЛ Даже еще Когда За Спартак Играл Да Если не ошибаюсь Начинал В Юго-Западе Закрыли совет Вот И С момента Как закончил профессиональную карьеру Уже Как бы Все окунулся Полностью Ну тоже Там на Юго-Западе Да В основном Да 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 Советов Там Ты еще Где Керосинки Да И еще Команда Метра Лоджик Была Там тоже Играл И все Не ошибаюсь Кажется Все На Юго-Западе Да Вроде бы Все На Юге Кажется Атлетика Да Не ошибаюсь Сначала Переходил туда Вот А потом Как я перешел Буквально Где-то Через месяц Наверное Сказали Что Вот Там Команда Будет Называться CDN2 И к нам Придут Еще Ребята А То есть Это Самый Самый Первый Сезон CDN2 Ты Самый И Получается С самого Начала Это Сезон Ты Позвался Я Честно Говорю Там Такое Количество Игроков Прошло В том Чемпионате Может быть Я тоже Поучаствовал Поскольку Вот Метрологик Ты же до этого В Метрологике Там Основатели Этой команды Это Дмитрий Храпунов И Виктор Дима И Витя Два брата Собственно Говоря Это наши Вот Они Из тех же Домов Где Рождалась Атлетика Это Наши Друзья Поэтому Мы Давно Уже С Сердаром Знаем Друг Друг Возможно И я Поучаствую Честно Говорю Не помню Ну Возможно Возможно Друзья Я все-таки Предлагаю Немножко О чемпионате Поговорить Все-таки Да CDM2 Сейчас Занимает Третье место CDM2 Да Но место Третье На своем Ли месте Сейчас Команда Такого Где-то Стандартный Вопрос Свою ли Позицию Занимает Если честно Я скажу Что Да Мне кажется Все честно И все верно То есть Мы именно На том месте Где мы должны Находиться Вот в данный Момент В нашем Чемпионате Не выше И не ниже Не выше И не ниже Потому что Были матчи Которые мы Проигрывали Просто чисто Из-за своих Ошибок Были матчи Где нас Обыгрывали Брали классом К примеру Как вот С Атлантисом Последняя игра Ну Действительно Прям Ничего не скажешь Мужики молодцы Так что Да Ну То есть В целом Довольно Получается Да Ну Я думаю Что да Довольно Хотелось бы Выше Естественно Но На данный Момент Да Все довольны А вот Если посмотреть Турнирную таблицу То Ярко Выражены Четыре лидера Они Оторвались И по очкам Скорее всего Как бы Они наверное Уже свои позиции Не потеряются Принципиально Не потеряются А принципиально Ли В этой четверке Навязать борьбу За первые позиции И вообще Про коммунар Тоже пару слов Были ли В команде Такие мысли Что уже Не догнать их И как сейчас Дела обстоят Именно Да Были такие мысли Они как бы Сейчас присутствуют Если честно Это лично у меня Не знаю Как у других Ребят Из команды Как у руководителей Нашей команды Я лично думаю Что наверное Да Уже их не достать Они чемпионы Вряд ли они будут Разбрасываться Сейчас очками Нам повезло Что вот мы выиграли Игру У них Просто у них Не оптимальный состав Был А у нас Как бы Боевой А с остальными командами Обязательно Конечно Мы должны Навязывать борьбу Вообще Я думаю Что мы должны Не то что мы должны А задача у нас Это второе место Прямая путевка То есть наша Самая главная задача Это выход В высшую В примере Но всего лично Будет если CDN2 займет Вторую позицию Довольно таки Ну а вот Комунар Скажи пожалуйста Действительно По игре Или вот По тому Как они Ровно идут По чемпионату Чем эта команда Выделяется Почему она На первом месте Я думаю По игре Не знаю Прямо всех Игроков команды Но у них Есть там Хорошие исполнители Потом Наигранные связи Где то Может между собой Может где то Ребята еще В каких то командах В других турнирах Играют вместе То есть в целом Все у них заслужено Да Сильная хорошая команда А вот хорошо Если Комунард Недостижим Чего тогда Вот не хватает Ну трем остальным Командам Отцедаем Атлантису И фениксу Мне кажется Атлантису Не хватает Сбора Обычного Простого То есть Приезжали лидеры Приезжали лучшие игроки Вот Лично нам Я думаю Опыта Мы Считаю Точнее Нашу команду Еще достаточно Молодой Вот А Ну Насчет феникса Честно Не знаю Просто Единственное Что я знаю Если не ошибаюсь У них там Ребята играют Из бывшего Изумруда Который играл На юго-западе То есть Я их как бы И тогда еще Выделял И сейчас Увидел Тут Хорошие Такие Два Кажется Или три Человека Хорошие Ребята Могут Хорошие Исполнители То есть И опять-таки Сыгранная Связка Между собой Вот Единственное Что могу сказать Про феникс И вот У меня В связи С последними Результатами Максим Тебе тоже Вопрос О новой Москве Об этой Команде Потому что Вроде бы Внизу Турнирной Таблицы Борются За выживание Но при этом Результаты Какие-то Просто фантастические Показывает Вот сейчас На весеннем Отрезке Что случилось Пришли Лидеры Новые Или Просто Ребята решили Что вылетать Вообще-то Не обязательно Ну там Вообще Страшная рубка Если Это позволишь Скажу Там страшная рубка Внизу таблицы Никто вылетать Не хочет То есть Там Вот этот Зубодоробительный Регламент Где Шесть команд Должны Покинуть Первую лигу А еще одна Попадет в стыки То есть Там Совершенно Сейчас По-моему Только в этом туре Вот в чате Обсуждали Что только в этом туре Определил Что классика Уже не может набрать И то потом Подняли все Возможные математические Шансы Даже классика Идущий на последнем месте Еще не вылетел То есть Только если В этом туре Проиграет То тогда Уже Официально Покинет Первую дивизион В общем Никто не хочет Вылетать И поэтому Все Все кусаются И вот Та же Ультра Обыграла Портер СВ-4-2 Новая Москва Опять же Ничью 4-4 Сыграла С Портером Новая Москва Турбину Обыграла 2-0 И кстати Та же самая Новая Москва Еще и Атлантис Хлопнула В первом круге Что касается Новой Москвы Конкретно То там Очень серьезные Пертурбации Произошли В этом сезоне Команда Наверное Процентов На 60 На 70 Обновилось Поменялось То есть Иван Репов Руководитель Он Где-то Каким-то Чудом Умудряется Найти Различных Игроков Там Вот Пилюгин Хороший Очень сильный Нападающий У них Выступает Насколько я знаю В прошлом сезоне Его не было Допустим Взяли Вратаря Бычкова Который ФКСП Вместе С ФКСП Выходил Из второй Лиги В первую Из первого Высшую Лигу Что-то Там У них Не знаю Не заладилось Но Уже Есть Другой Вратарь Который Тоже Очень Достойно Играет То есть Здесь Конечно Секционная Политика Руководителей Команды Ну Просто Удивительные Вещи Творит Представляешь Что команда На 70 Процентов Поменялась И Не в том Плане Что он Набрал Каких-то Людей За Деньги А Просто Где-то Нашел Игроков И Новая Москва Сейчас Действительно На плаву У нас С ними Тур В воскресенье У CDN2 И Очень С опаской Относимся К этой Игре Осторожно И Ни В коем Случа Никаких Шапка Закидательских Настроений Собираем Боевой Состав И Понимаем Что игра Будет Очень Тяжелая Вообще Вот Интересно Это Чувствуется В концовке Чемпионата Что Всем Нужны Очки Что Уже Начинает И Низ Оказывать Серьез Сопротивление Да Естественно Это Отражается На Самих Матчах То есть На Принятые Тобой Решения Иногда Где-то Думаешь Так Ну Ведешь Счете И И И Идет Быстрая Атака Твоей Команды Иногда Думаешь Лучше Где Можешь Потянуть Время Чтобы Удержать Комфортный Для команды Счет И Заработать Три очка Чем же Там Рисковать Не дай бог Обрезать И пропустить И только Ситуацию Сугубить Да То есть Дать сопернику Шанс Сейчас Очень важны Каждое очко Практически Желательно Конечно Побеждать Каждых матчах Вот У нас Остались Если не ошибаюсь Матчи Как раз таки С ближайшими Преследователями А у Феникса Если не ошибаюсь Который на втором месте Идет Получается Так же Как у нас Матч И еще Мы играем С ним Между собой Игру То есть Вообще Чем Прекрасен Наверное Практически Любой Игровой вид Спорта Командный Где есть Такие Чемпионаты Длительные То есть Интрига И в первом дивизионе Она сохраняется До конца Это абсолютно точно Вообще CDN2 Часто Приходится Играть От обороны Или Вы В принципе Отказались От такого стиля Иногда Приходится Только Опять-таки С лидерами За последние Несколько лет Я припомню Только Не Не Слишком Глубоко Копнул Скажу Вот именно В этом сезоне Такие команды Это Атлантис Коммунар Но Не скажу Что Прям Мы Всю Игру Играли От обороны Происходило Так Моментами То мы Завладеем И чем Они Сидят В обороне То Они Завладеют И чем Мы Сидим В обороне А в основном Мы все равно Контролируем Ход игры С другими Соперниками Я думаю Больше CDN2 метит Вышку Да Вы готовы Конечно Готовы Мы давно Этого хотим И считаю Что именно В этом сезоне Мы заслужили Попадание Но Ты знаком С уровнем Вышлиги Конечно Знаком Это Очередной Вызов Для всей Нашей команды И для Думаю Даже Каждого Индивидуального Игрока Нашей команды Проверить Себя Скажем Так Безусловно Планируются Какие-то усиления Может быть Здесь и Максим Тоже Я тут Не помощник Скажу так Что От меня Где зависит Если знаешь Как бы Хороший игрок Получилось С Антоном Ходориум Мы близкие Друзья Общаемся Как бы Я ему предложил Он согласился Дальше Уже с ним Все вопросы Решал Руководство И С моей стороны Ничего Не могу Сказать Пока Никого На примете Как бы Я мог Посоветовать Руководителям Своей команды Есть ли Вообще Проблемные Позиции Без имен Без названия Защитники Полузащитники Но вообще Нужно ли Команде Сейчас усиляться Или в принципе Состав Укомплектован Мы готовы В высшей лиге Оказывать сопротивление Знаете Как скажу Я бы На самом деле По хорошему Взял на каждую позицию Кроме Вратаря Кроме Вратарской По одному Игроку Которые были бы Универсальны Именно Вот в этой линии К примеру Защитника Который мог бы сыграть И последнего И крайнего Защитника И справа И слева Также полузащитника Который мог бы сыграть И в центре И справа И слева И нападающего Вот может быть Даже двоих Полузащитников Которые мог бы сыграть И в атаке Видишь Таких только найти Которые везде Могуты Кстати Может быть Вратарь Я думаю Что в высшей лиге У нас есть Конечно Егор Стариков Молодой вратарь Но Может быть Еще одного Голкипера Если получится Выйти в премьер-лигу Я думаю Что нужно Иметь В обоиме Но кстати Что касается Антона Ходорева То переговоры Выиграли Знаешь Какого команды Которые вы уже С Мишей сегодня Обсуждали Это Нижгары Но это Понятно Нижгары тоже Забрались Из этой команды Футболистов Да Хочи хотели Антона Видеть Нижгары Но вот У нас руководство Как-то умудрилось Удержало Ходорева Удержать Уговорить Остаться все-таки В ЦДН-2 И попробовать Решить задачу Ну может быть Трульский Как раз Связи Отношения И поспособствовали Этому трансферу Антон кстати Хотел прийти на студию Но у него Тренировка За Арарат Он выступает На КФК А завтра игра А сегодня Предыгровая тренировка Поэтому у него К сожалению Не получилось Ну и по позициям Я еще хочу сказать Что у нас В заявке Есть Анзор Шурдумов Полузащитник Центральный И Ярослав Шмыгов Который за ЦДН Известен по выступлениям Но они пока что В Крыму Выступают В чемпионате Крыма Ну надеюсь Что тоже примкнут К нам И усилят Помогут А что касается Каких-то новичков Которых сейчас нет Заявки Наверное Некорректно будет Говорить об этом Естественно Естественно Представляет команда Уровень Высшей лиги И конечно же Я думаю Усиление будет Если получится Опять же Решить Главную задачу Я думаю Да Конечно Это нужно Главное Чтобы не менять Весь состав Как это часто бывает Когда команда Один состав Выигрывает Третью Вторую Первую лигу И потом Вышку Выходят Совершенно другие Самое главное Чтобы такого Не получилось Тебе вопрос Как защитнику 68 пропущенных Мечей ЦДМ2 За 32 матча Это много? Ну Вообще Да Много Но Опять-таки Если брать Наш формат 8 на 8 Любительский турнир Требовать Чего-то сверхъестественного От Вообще Любой Команды Какие бы У нее Игроки Не играли То Так скажем Чуть Чуть-чуть Многовато Чуть-чуть Многовато А на ком Основная вина Здесь защитники Не дорабатывают Или Вина в том Что мы Играем В атакующий футбол Мы стараемся Атаковать 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 И Вот Скажу по себе Вообще Как бы Я играю Полузащитника Но этот сезон Стал играть Чаще Крайнего Защитника И Я очень Завил 9 Да Очень люблю Подключаться К атакам Прям Не знаю Моем Как сказать Мой конек Наверное Подключение С глубины На каком фланге Играешь С лева В основном Ну вот Новая Москва Наверняка Посмотрит Нашу передачу И воспользуется Вот этим Моментом Да Неосторожными Словами Сирдар Сирдар Сказал Что Мы От обороны Играли С Атлантицем И Комунаром Атлантицу Два матча Проиграли Комунару В первом круге Проиграли Вот А уже В эту последнюю игру С Комунаром Мы не играли От обороны И выиграли 4-1 Да Вот Новая Москва Наверное Может выводы Какие-то Здесь Очень интересно На самом деле Но может быть И действительно Хотя С другой стороны Вот Можно По идее Отказаться От оборонительного Стили В общем Ну вот Просто Из своего Лексикона Это слово Удалить Но С другой стороны Команда Метит вышку А вышки Извините Как-то С Мегатитаном Во всяком случае На первых парах Там С ТКСП Там С Титаном Нужно как-то Играть Наверное Все-таки Чуть больше От дома Да От своей печки Да Там бы За половину Поля Быть Хотя бы Пару Раз В таких Матчах Понятно Естественно Таким матчем Нужно быть И готовым Физически И опять-таки Чтобы у тебя Была обойма А СДН2 Кстати Тренируется Да Вместе С основной Командой По четвергам Значит Также Под руководством Альберта Николаевича Да Он В заявке Обеих команд Как главный Тренер Когда успевает Он приезжать На вторую команду Тоже бывает Вот Первый круг Он почти Почти весь С нами провел Во втором Реже появляется Но формально Да То есть Он Какие-то решения Как тренер Может принимать И знает В целом Обстановку В команде И тренировки Общие Проводятся Для обеих Команд Насколько Я почему Спросил Насколько Я знаю Альберта Николаевич Делает Очень серьезную Ставку Именно на физику На своих тренировках Вот Все ли Справляются С этими Нагрузками И действительно Лет Физика Где-то Действительно Важнее Чему Ну Условно Работать С мячом Или какие-то Там Может Наигранный Комбинат Розыгрыш Стандартов Банальный Не Ну Как бы Стараемся Делать Все Тренировать Все И да Вы правильно Сказали То Что У него Больше Упор На физику Ну Справляется Или Нет Чем чаще Ты посещаешь Тренировочные Занятия Тем легче Справляться С ними Скажем Ну Безусловно К чемпионату К чемпионату Хочется Опять же Таки Вернуться Мы говорили Что Внизу Турнирной Таблицы Очень Ожесточенная Борьба Развернулась Но И Очень Интересная Позиция Да Вот Эта Пятая Срочка Турнирной Таблицы Четыре У нас Команды Улетели Вверх Вперед Но Вот Эта Пятая Срочка Которая Также Дает Право На Стыковой Матч На Участие В нем Она Просто Пока Еще Не то Что Кому То Принадлежит Она Вообще Находится В бесхозном Состоянии Портер Который Казалось Б Должен Был Замыкать Пятерку Лидеров И Все Было Совершенно Понятно Это Вопрос О том Можно Догнать Комунара Ну Вот Портер Причем Мы Обсуждали С коллегами Вы Премьер Лигу Там Также Портер Сейчас На Краю Этих Вот Что То Какой То Спад Не В Курсе Почему Ну Тут Мне кажется Нагрузка Сказывается У Портер СВ Потому Что Участвуют Во всех Турнирах И На Малую Москву Участвуют И Во всех Кубках Какие Бывают Межсезонье Там Зимние Кубки Летние Кубки И Игроки Задействованы Были И в том Числе На Континентальной Футбольной Лиге Тот же Ульяненков То Есть Здесь Нагрузка Очень Большая И Максим Сергеевич Ковальчук Который В Портере СВ Является Футболистом Действующим Да Ну И Наверное Тоже Руководит Этой Командой Вот Он Говорил Что Наверное Не Справляются Они С той Нагрузкой Которая Выпала Все Так У них Достаточно Возрастной Состав И Хоть И Большая Обойма Но Все Равно Конечно Очень Много Матчей И То Что Только Одну Игру В последних Пяти Встречах Выиграли Вот У Адидаса Проиграли Три встречи Одну В ничью С Новым Москвой Вот То Что Мы Отмечали И Вот За счет Этого Портер Дает Возможность Другим Командам Включиться В эту Борьбу За пятую Строчку Ведь Как Известно У нас Намечается Переходной Турнир Вот Пулька Между Третьим Четвертым Пятым Местом И Здесь Уже Шанс Появился У Турбины Кеглей И Адидаса И Получается Что У нас Чемпионат Вообще Интриги Не теряет Ни Ни В коей Мере То Есть Там И Снизу Нужно Еще Себе Обеспечить Безопасность И Кто Повыше Идет Еще Могут За пятую Строчку Вполне Зацепиться Вообще Такой В любительском Общем Чате В общем Царит Такое Мнение Что Первый Дивизион Вообще Самый Интересный На западе Эта Интрига Мне кажется Вполне Сценарий Для Триллера Да Такой Момент Ну вот Просто Взять Таблицу И Есть Стимул У каждой Команды Можно Найти Чисто Даже Турнир На Мотивацию Действительно Очень Все Интересно Но Мы Еще В самом Начале Сезона Говорили Что Первый Дивизион У нас Получится Очень Жарким Например Лига К сожалению У нас Подкачала В этом Году Но Первый Дивизион Действительно Очень Интересный Получается И у меня Соответственно Вопрос Вот Нет ли Какого-то Давления Потому что Постоянно Кто-то Преследует Постоянно Кто-то Обыгрывает Кого-то ЦДН Тоже Не Железные Теряют Очки То есть Давление Это чувствуется Скажем Да Скажу Точнее Да Чувствуется Естественно Когда Такое Положение Иногда Как бы По-особому Настраиваешься К каждому Матчу Настоящему Но Во многом Справиться С этим Давлением Помогает Именно Обстановка Внутри Команды То есть Когда Там Прижишь на Тренировки На игры Да Там Где-то С кем-то Что-то Обсудил Над чем-то Пошутил Как-то Становится Все проще То есть Хочу сказать Что Вместе Командой Легче Справляться С такими С таким Давлением Но Мандраж Присутствует Вот такой Где-то Перед Матчами Есть Я думаю Я думаю Конечно Естественно Это Точнее Естественно Все верно Максим Что ж Ну В принципе Наверное Мы Достаточно Подробно Поговорили О ситуации Думаю Что у нас Сколько Еще 6 туров Остается Еще Первую Лигу Мы Будем Освещать Пока Что Пока Что Знаки Вопроса В основном Стоят У нас В первом дивизионе Потому что Наверное Только Коммунар Учитывая Что у него Достаточно Простой Календарь Остался Наверное Все-таки Уже Гарантировал Себе Место В премьер Лиге Возможно И чемпионство Ну А В остальном Интрига До сих пор Жива И Как я Говорил Уже Классика До сих пор Не вылетел Поэтому Пока Вопросительные Знаки А там Уже На Передаче В конце Сезона Уже Соответственно Поподробнее О всех Командах Поговорим Сердар Спасибо большое Что Сегодня Приехал К нам Рассказал О ситуации В команде В первом дивизионе Вот Желаем удачи Тебе Лично И Своей команде Вот Ну и Будем звать Еще Хорошо Спасибо Буду стараться Приезжайте Позоветесь Спасибо вам Ну а это была Передача на туре Мы Ее завершаем В студии были Максим Киселев Дмитрий Ершов Михаил Меркулов Который Уже здесь Рядышком Отдыхает Что ж Оставайтесь С нами Смотрите Обязательно И Очень Прошу вас Следите Внимательно За первым дивизионом Там действительно Жарко Пока До свидания До свидания